добрый вечер начинаем вечерний эфир вечернюю трансляцию сегодня такая интересная тема я решил разобрать особенности личности людей которые как правило попадают в отношения с нарциссами чтобы возможно мы с вами поисследуем разберемся если какая-то на ну что ли вот группа риска людей то есть эти какие-то особенности которые повышают риск того что ты попадешь в отношении собственно с нарциссом потому что новая тема на канале много обсуждается мы сегодня поговорим на эту тему потом будет обсуждение ответы на вопросы и сейчас я прошу вас традиционно кто подключается пишите как по звуку первый вопрос и можете представить просто ну чтобы я понимал примерно кто меня смотрит только что я уже выходил в трансляцию оба вроде бы есть еще все проверю все звук у либо есть подключаемся и присоединяемся также сегодня с нами будет instagram вот первые здравствуйте не рада вас увидеть очень хорошо слышно видно отлично или на все хорошо то начинаем сейчас подключаю еще наших зрителей из инстаграма вот и собственно начинаем добрый вечер сегодня вечерний эфир посвященный такой теме как какие же личностные черты у человека бывают как правило когда он оказывается в отношениях с нарциссом то есть какие личностные черты повышают риск того что ты ну как бы притянешься в эти отношения и так давайте сначала разберемся собственно с тем что что опыт что мы называем словом нарцисс то есть как я говорю это человек нарциссическими чертами личности это человек который в ходе своего развития в ходе своего роста будучи ребенком не получает от родителей должного количества любви тепла вот это вот не формируется у него достаточная привязанность в результате чего он не получает эту базовую безопасность так сейчас я немножко поприветствую собственно в инстаграме да напишите пожалуйста в инстаграме как меня слышно как видно вроде нормально как слышно напишите youtube я всех приветствую я сразу оговорюсь как правило мне небольшой такой лекционный материал там где я говорю ту информацию о которой подготовил сегодня еще раз напоминаю мы с вами говорим о том что же это за люди такие какая какими личностными чертами обладают люди которые оказываются потом в отношениях нарциссом для чем это разбираем чтобы понять ну нет или например у вас или у кого-то каких-то черт которые повышают вероятность того что вы будете в таких отношениях потому что я очень часто такие получаю как бы ну люди говорят что я переживаю что я притягиваю все нарциссов почему так происходит тут мы с этим сегодня поработаем поисследуем так сказать этот вопрос да так я смотрю в инстаграме слышно ли меня или не слышно а то знаете бывают случаи так вот говоришь говоришь там потом ничего о все здравствуйте слышно хорошо в инстаграме все спасибо все значит продолжаем так вот значит нарцисс не получает будучи ребенком от родителей вот этого вот привязанности и убеждения и базовая безопасность у него не формируется и соответственно если как правило ребенок который понимает что но родители меня любят я у них самый вот такой вот центральный центр мира находится во мне дальше ребенок из этого места может дальше взрослеть и соприкасаться с новыми идеями с тем что ну вообще-то мир шире чем мир чем система нашей семьи я не являюсь центром скажем наша семья не является центром мира она является частью а я в нашей семье тоже не являюсь центром а я являюсь но как бы значимым ну по ходу дела по ходу вот сепарации взросления такие равноценным членом в начале просто до членом семьи более взрослые более зрелые конструкции это не только на уровне убеждений ну что ребенок это понимает а на уровне прежде всего эмоционального опыта то есть ребенок начинает понимать что могут какой-то момент когда детей появляются там друзья где-то они начинают стремиться отойти от родителей на какое-то время то есть можно пойду погуляю то есть где-то я хочу в другом месте быть и вот ребенок тянется в мир сепарируясь отделяясь потихонечку от родителей и он как-то вот уже это должно происходить на фоне существования этого базовой безопасности родители меня любят в любом случае но все это не происходит и по соответственно все ситуации которые мы с вами обсуждаем по поводу того что происходит с нарциссами как они получают нарциссический ресурс нарциссическим ресурсом поднимается такая ситуация когда взрослый уже человек с вот этими парциальными частичными такими незрелостьями в своей личности эмоциональная незрелость личности постарается получить от партнера подтверждение того что я что я вот я хороший правда ли я хороший то есть вот эти вот постоянно что меня не ценят я там не знаю какой-то вечно какой-то несправедливо ко мне судьба там относились мне очень все плохо то есть вот эти вот нытье и жалобничество по пути если идет скрытого нарциссом соответственно либо секрет дезин артиста просто он должен постоянно как будто бы я всегда сравниваю ребеночка как ребенка который стоит на табуреточке рассказывать стишок это такой кредиозный нарцисс человек который должен постоянно всем показывать что у меня лучший телефон лучшая машина лучшая жена лучшая любовница лучше все вот там у меня самое такое большое то есть мера лучшести остается детской такая линейная либо я либо петров у кого-то паска больше у кого-то меньше то есть вот такая вот линейная а человек становится взрослым и во взрослой жизни он старается вот начинает мериться деньгами почему потому что деньги очень легко по мере деньги не могут быть скажем это любимые деньги-то нелюбимые ну как знаете говорят деньги не пахнут деньги это цифры математическое число от нуля до там типа бесконечности которая ну не вы понимаете в общем точно всегда можно понять если есть две суммы какая больше какая меньше там нет такого что это меньше но у нас скажем важнее там это в этом смысл в этом смысл упрощения собственно что же за люди могут быть рядом с нарциссом в отношениях если нарцисс это человек который лишён эмпатии почему он лишён эмпатии потому что эмпатия формируется и развивается у человека на том этапе когда он начинает выстраивать близкие отношения то есть как вот происходит вначале наша привязанность формируется с родителями мы ее как будто бы вот ребенок надевает свою привязанность на называется по умному значимой взрослый но по сути это родители просто это могут быть например если нет родителей бабушка или дедушка или скажем мать какая-то холодная отца нет воспитывается с бабушка или там стёте или скажем в интернате с учителем короче значимый взрослый кто бы он ни был на него привязанность цепляется на него у ребенка всегда есть кто-то кто за меня отвечает как он эти как эти утятки за уточка ходят у ребенка ну грубая аналогия потом по ходу дела ребенок начинает сепарироваться он эту привязанность она у него остается но с родителями но ему нужно найти кого-то вот с кем он мог бы быть в отношениях ну что ли на новом витке психоанализ это называется сидипальные переживания это когда скажем там девочка понимает что папа это мужчина там самый лучший мужчина но это мужчина маме а мой мужчина он где-то там мальчик понимает что я все-таки наверное вот эти все разговоры что я там когда вырасту жениться на маме наверное это все какие-то такие шутки и на самом деле так не получится не могу я жениться на маме потому что мама папа а даже если у папы нет то все равно я не могу это вырование цистозного влечения соответственно нужно кого-то искать и мы начинаем искать и вот в простроении новых отношений не только отношений мужчина женщина любых отношений мы начинаем использовать навыки вот той привязанности к родителям которая у нас была в детстве и здесь нам нужна эмпатия эмпатия нам нужна для того чтобы могли чувствовать эмоциональный фон другого человека грубо говоря если так чтобы не распространяться для лучшего взаимопонимания эмпатия это адаптивный механизм нарцисс не может этим заниматься потому что ему нужно внутри себя держать нужно понимать свои во своих потребностях он постоянно мониторит поскольку у него это вот вечная такая тревога неустойчивость и связанность со своей как будто бы незначимостью то он постоянно вот пытается разобраться в том а я как я сейчас достаточно хорошие достаточно хорош то есть грубо говоря как вот нарцисс приходит на какой-то виду сейчас взрослый человек с физическими чертами с где у него внутри находится тот недолюбленный ребенок он приходит в какой-то вечеринка какая-то какая-то конференция раунд не важно вот он приходит он заходит и смотрит как на него все посмотрели человек который имеет внутреннее сбился значит нарцисс заходит смотрит как на него все посмотрели и прислушивается к себе чувствую ли я себя но что меня здесь принимают у человека условно который смог вырасти условно здорового но человек который не имеет этих анаститических черт он заходит с убеждением внутренним убеждением что я по умолчанию ну нормально его по умолчанию окейный по умолчанию я ценный также как у нас знаете как по умолчанию мы считаем себя не безумными то есть вот когда человек безумен если он там лечился в больнице потом выходит из больницы часто не сталкиваются с тем что они ходят и не понимают я себя чувствую сейчас нормально но я и когда вот у меня был там скажем психоз тоже чувствовался нормально кредитишь не было я не могу понять это я сейчас со мной все хорошо или я сейчас опять начинаю типа сходить с ума но этого не замечаю то есть возникает такое чувство постоянного сомнения о себе а мы как правило считаем что у нас все нормально так вот нарцисс когда заходит в какую-то уборную комнату он не думает о том чтобы выстраивать отношения с другими людьми он думает о том как произвести на людей впечатление ну так если грубо говоря и собственно такой человек с этими нарциссическими чертами то есть эмоциональной незрелостью он тянется к тем людям которые больше чаще посылают ему сигналы того что он окейный поэтому если скажем нарцисс компенсируется через свою какую-то гомендозный нарцисс вот он зашел в какой-то там это новая компания он как-то статусно красиво одет он говорит громко и пытается показать соуверенным он рассказывает что он вхож дома там лучше каких-то там я не знаю в общем какие-то сферы то есть какой-то он он имеет действительные и немножко еще прибрехивает признаки элитарности вот и вот он заходит и например какой-то человек предложим пускай это мужчина какая-то женщина на него смотрит и начинает хлопать ресницами на него поглядывать и восхищаться ничего себе такой прям как вот так вот все прямо рассказывает и часть же из этого правда то есть да у него там этот телефон там дорогие часы там машина вот стоит это все правда если в эту сторону или там скажем нарцисс не обязательно это может быть какой-то знаете типа супер богач нарцисс может быть например человек если это богемная среда какой-нибудь скажем художник и он вот он заходит а все про него знают что он там реально рис пишет картины выставляется и он известен или какой-то знаете там писатель такой подъемный и вот прям вот такой вот классный при этом он это все делает с целью компенсации ну то есть я делаю достигаю какие-то достижения для чего для того чтобы иметь возможность привлечь к себе внимание вот и вот такой человек тут о чем мы сегодня говорим за тут тот кто напротив нарцисса грубо говоря предполагаемая жертва нарцисса человек который находится с ним отношениям это человек который как правило имеет вот эту вот необходимость давать любовь необходимость часто бывает так что рядом с нарциссом человек который находится рядом с нарциссом не может позволить себе быть таким грандиозным каким как ведет себя нарцисс то есть например скажем вот знаете вот есть известная такая идея про то что за спиной каждого за плечами по каждому миллионера находится жена миллионера бывают ситуации когда нарцисс это человек который в обществе выглядит как очень такой знаете высоко функциональный адаптивный человек который много чего добивается молодец со всех сторон в отношениях у него с его женщиной много таких типично нарциссических этих проблем то есть холодность там где-то все манипуляции он и пытается контролировать ее эмоциональное состояние таким образом получать нарциссический ресурс а она при этом остается и не уходит из этих отношений не потому что на скажем ну вот как бывает что женщина не может уйти потому что ну сейчас ребенок маленький или там получилось она в финансовой зависимости так получилось вот у них так она вначале влюбленность потом пока она не понимала не понимала и не чувствовала вред вот этих отношений то есть это они и устраивали а потом когда вот например вот она забеременела она была фокусирована на беременности потом маленький ребенок фокусирован на материнстве и вот ребенок груды как все еще маленький но она начинает вот это вот материнство Роль матери или роль женщины начинает немножко выравниваться Чем ребенок растет Покуда ребенок растет, ему нужно чуть меньше внимания В виде как мать, осуществляющая уход удалять Соответственно, нужно возвращаться в ипостась женщины А женщина предполагает, что есть как-то женщина и мужчина И тут ты понимаешь уже теперь, что этот мужчина Вообще-то он к тебе не дает тебе того, чего тебе нужно И в такой ситуации она не может никуда уйти Это ситуация, если женщина находится в отношениях с мужчиной У которого есть нарциссические черты, и ей в этом нехорошо Так вот, бывает так, что женщина находится в этих отношениях Продолжает там находиться Потому что она не умеет получать социальное поощрение И какие-то, грубо говоря, восхищения со стороны других людей Предположим, было такое воспитание Девочка из интеллигентной семьи, которой родители говорили Никогда не хвастайся, никогда первая никак себя не проявляй Ты должна добиться и ждать, пока тебя оценят Ну это очень часто такая вот установка Просто если они были достаточно жесткими, твердыми Достаточно такими, ну вот тут вообще не хвастайся Потому что будешь хвастаться, будешь, значит, какой-то вот нехорошей Нехорошей женщиной, короче, грубо говоря Это вот хвастаются только эти все плебеи, неуки и прочее А ты должна вести себя так вот И вот женщина с такими установками Оказывается, что она не может получить социального какого-то Ну самореализации по сути То есть вершина пирамиды на слух И тут реально с ней нарисовывается этот нарцисс И она через причастность к его этой вот славе К его постоянной потребности получать какие-то яркие эмоции Немножко закрывает свою эту потребность То есть по сути тут как В такой ситуации у этой женщины есть Ну вот этот невротический конфликт То есть противоречие Мне нужно получать самореализацию Я не знаю, как это сделать Над этим нужно работать в психотерапии просто и все То есть научиться, грубо говоря, предъявлять себя Научиться просить Получать активно вот это вот восхищение Признание и прочие вот эти важные вещи Это тема сложная, тема такая обширная Но это тема, с которой можно просто поработать Тет-а-тет, ну говоря, психотерапевт-женщина И не нужна никакая семейка здесь Ну в смысле семейная терапия А поскольку она это не может получить прямым способом Я не могу взять и у других людей Получить от них, например, признание того Что я чертовски классная там, не знаю У меня хендмейт там или рисую Или в работе, или еще где-то То я это делаю через отношения с нарциссом И за это я плачу Вот в этом месте и есть Дисфункциональность этих отношений Не говорить, что это как бы неправильно Или плохо, или болезненно, или еще что-то Оно просто, ну не так эффективно Скажем, эта цена, которую эта женщина платит За то, чтобы получать то, что ей необходимо Она, ну опять же, только она должна решать Насколько это важно ей или не важно Но я могу предположить, что она чрезмерна Вот, то есть вот это первый тип людей Которые могут находиться в отношениях с нарциссом Кроме того, опять же, поскольку нарцисс Это человек, ну опять же, я оговариваюсь Нарцисс это человек с нарциссическими чертами личности В том числе, мы сюда же относим И людей с нарциссическим расстройством личности Но помним всегда, что таких людей С расстройствами личности Общаясь, с любыми расстройствами личности Их 5% от населения А с конкретно нарциссическим расстройством личности Их еще там какой-то процент от этих 5% И несмотря на то, что, вероятно Если у вас есть опыт нахождения с нарциссом Вам кажется, что он нарциссический У него не то, что расстройство личности У него нарциссический просто психоз То есть он крайний Он прям нарцисс, принарцисс по всем этим пунктам это так происходит потому что вы находитесь в этом вы с ним находитесь в отношениях вы находитесь ну как бы под что ли ударом ударом вот этого в этих очень горячих отношениях по факту есть вероятность что это какой-то высокофункциональный нарцисс или короче в общем это я к тому что нужно всегда немножко делать такую поправку на то что возможно гипердиагностика для чего это нужно я сейчас ни в коем случае не знаете не снижаю ответственность там других людей не пытаюсь сказать хорошие люди там или какие-то плохие я хочу сказать что это вот эти вот очень легко находясь в отношениях с таким человеком спуститься в какие-то оценочные такие вот суждения что просто не работает это неправильно человек который имеет на физические черты как только ты это понимаешь ну что у него есть вот это вот так он работает так он у него настройки у него неправильно не расстроенные настройки то ты тут подложил понимать что мне нужно что-то по этому поводу делать в себе они там как-то управлять им потому что эти защиты очень сложно со стороны короче смысл в том что когда человек с нарциссическими чертами ищет себе другого человека он ищет себе как правило человека еще и который тоже будет иметь какие-то комплементарные то есть соответствующие как на эти как руках перчатки эмоциональные какие-то незрелости личности то есть если ему очень важно быть например вот например нарциссу часто предположим какой-то конкретный пример нарциссу важно постоянно получать восхищение чтобы чтобы его женщина в случае если это мужчина чтобы его женщина говорила ему что ты такой у меня молодец ты самый лучший ты вот ты вот у тебя там это не знаю там твоя диссертация лучше чем у кого-то Иванова или у тебя там скажем не знаю машину у тебя там больше или мощнее чем у каких-то там соседей или еще что-то очень важно чтобы с таким нарциссом была женщина которая имеет вот эту вот некоторую инфантильность которая погружает в роль мамочки то есть взрослый человек взрослая ну в данном случае женщина если мы берем такую ситуацию с мужчина с нарциссом женщина если это взрослая женщина которая может находиться уходить и в субличность ребенка и в субличность родителя но и находиться в субличность взрослого если по верну она понимает что если рядом со мной есть мужчина которому постоянно нужно за ним ходить сюсюкаться и сопли потерять то как бы вообще-то насколько мне это нужно или не нужно или если если я это делаю то почему я это делаю тогда нужно задать себе вопрос для того чтобы задать себе этот вопрос для того чтобы потом это было так холодным разумом отрефлексировать то есть понять а чего что я делаю с этим человек для этого этой женщине нужно иметь это вот целостное эго и способность в том числе включать холодный раз если же у нее по каким-то причинам есть также эмоциональная незрелость то есть где-то она в ходе своего взросления тормознулась также как и нарцисс только немножко по-другому в той же степени то может быть такая ситуация например я часто встречаю такую ситуацию выражение вот родим первую девочку потом будет нянька значит старшим детям родим первую девочку а потом значит будем следующий там будет пускай будут мальчики она будет их нянчить то есть часто бывает так что родители старшему сиблингу то есть брату или сестре в частности девочки навешивают на него на нее роль родительскую которая она не должна не должна тянуть то есть родители думаю так о значит тебя первую дочку нашу мы водили сами в школу а теперь ты уже большая а младшего братика ты будешь теперь водить то есть ты будешь выполнять наши родительские функции классно удобно ведь есть же два ребенка и не важно что первому мы уделяли внимание и водили его авто а второй ребенок мы ну второго ребенка пусть они сами выводят удобно думают родители но по факту получается что у первого ребенка забирается детство потому что вместо того чтобы водить второго ребенка младшего при старшая дочка должна была бы идти там не знаю там с девчонками курить за школой ну не знаю чем девочки занимаются ну заниматься какими-то своими детскими делами или если это скажем старший старший брат то он должен был не не водить младшего брата в школу а идти там скажем смотреть на какие-то в зависимости от возраста заниматься своим продолжать заниматься своим детством а младший собственно брат или сестра должны были идти не со старшим братом или сестрой и как бы вкладывать в него отцовские родительские функции а получать близость от родителей то есть ну старшего водили родители а младшего водит уже как бы старший понимаете то есть это же ну или родитель или сиблинг это разные уровни вот к сожалению так происходит родители не часто об этом задумываются есть в конце концов ситуация когда там знаете родители работают там трех работах чтобы потому что так они как почему-то решили же надо на трех работах работать вот не получается у них и выходит такая штука так вот и вот эти вот старшие сестры я не хочу сказать что это всегда так бывает просто часто когда девочку и мальчика ну мы сейчас же говорим про девочку мы берем смотрите стандартная ситуация для упрощения что нарцисс это мужчина это не означает что все нарциссы всегда мужчины это его не значит просто мужчины чаще поэтому для упрощения мы берем что нарцисс это мужчина а рядом с ним находится естественно женщина опять же мы с вами берем ситуацию мужчина и женщина как стандартную потому что есть ситуации когда это скажем какие-то родственники там это какие-то там может быть какие-то гомосексуальные пары может еще что-то я беру в общем чтобы не было такого что я тут пропагандирую что все мужчины нарциссы все женщины жертвы нарциссы нет это типа пример такой умозрительный так вот в этом примере женщина может стать жертвой нарцисса, потому что, предположим, как один из вариантов, она была старшей сестрой, ее достаточно рано родители нагрузили родительскими функциями, на нее нагрузили свои, что нехорошо, я объяснил почему. И она, соответственно, учится формировать привязанность. И помните, в начале эфира говорил, что мы снимаем свою привязанность с родителей по ходу сепарации, по ходу отдаления, и надеваем на нее потихонечку на других людей. То есть мы формируем отношения, близкие теплые отношения с другими людьми. Вначале дети это делают с другими детьми, это такая, как игра во взрослое общество, то есть отношения детей друг к другу, это как бы проба отношений взрослых друг к другу. То есть, знаете, детская любовь, когда там мальчик с девочкой идут, они еще не до пубертата, у них, в принципе, половых признаков особо не их нет, и они, мы с тобой будем муж и жена, они играют в это все, это все игры. И в такой ситуации формируется привязанность. Так вот у девочки, у этой, которую должна нянчить младших детей, особенно если там, скажем, она должна нянчиться не с одним, а там с двумя-тремя детьми, младшими своими братьями и сестрами. Она, она вместо формирования какой-то нормальной привязанности к людям своего уровня, ну грубо говоря, пока девочка с мальчиком или с девочкой играют в дочке-матери, формируется горизонтальный контакт. Если она вместо этого выполняет роль родителя, то она же, ну, следит, присматривали, надсматривает на младшему ребенка, то есть она его оберегает, как родитель. Она формирует привязанность в виде материнской, что для нее, ну, ненормально, поскольку она еще должна, как бы, потихонечку в ходе сепарации отпускать детскую, там, где она, ну, как бы, она внизу этого контакта, и формировать контакт такой горизонтальный, с равными. Вместо этого она всю свою привязанность любовь она дает братьям и сестрам, потому что это нормально любить братьев и сестер, и в принципе-то, ну, все люди любят своих братьев и сестер по умолчанию, но они должны, как бы, еще и развиваться. Она развивается, получится, вовнутрь, как бы, в семью. И вот она вырастает, и тут она видит, кого? Она видит нарцисса. А нарцисса, это кто у нас? Это человек, ну, скажем, опять же, в стандартной ситуации, я опять же говорю, мужчина, предположим, у него, там, самолеты, пароходы, он социально, рационально, интеллектуально развит, как взрослый человек, предположим, там, по 30 лет, например, он такой уже, как бы, не знаю, у него там своя квартира, там, может быть, еще что-то, вот. А эмоционально он ребенок, а она же эмоционально, как раз, вот, не умеет с равными себе людьми, ну, общаться. Она не умеет, ну, как бы, как я, как я могу, ну, вот, знаете, как, она не научилась этому взаимодействию с детьми, конкуренции, обмену, компромиссу, вот эти вот, когда я тебе, ты мне, давай вот так сделаем, а давай, там, ты хочешь у меня списать, хочешь списать, а ты мне, там, дай, тоже списать, а что-нибудь еще, вот, какие-то, я не знаю, давай вместе, там, какую-то Пасху построил, там, ну, то есть, все эти вот вопросы, она этим занималась меньше, она больше занималась тем, что говорила, ну, говорила младшим садителям, туда не иди, здесь не бегай, оденься, ну, шапку, еще что-то, то есть, она занималась вот такое вот мамочкинство, понимаете? Естественно, когда она видит нарцисса, который говорит, а я хочу, чтобы мне, чтобы мне, там, я не знаю, если это скрыжий нарцисс, то он прямо и ноет, его, как нытика, нужно поддерживать, успокаивать, если это грандиозный нарцисс, то он, значит, вот, грандиозен, она должна вести себе, да-да-да-да, Васечка, конечно, Васечке у нас у самой лучшей, там, диссертации, у Васечки самая лучшая книга, ты книгу пишешь, молодец, такая, ты будешь хорошая книга, то есть, она ведет себя так же, то есть, опять же, в такой ситуации, что нужно делать, ей, безотносительно к этому нарциссу, нужно самой, ну, психотерапии, например, проработать, вот этот вот, исследовать и, возможно, изменить вид привязанности с такого, по умолчанию родительского на такой партнерский, то есть, горизонтальный, возможно, этому нужно учиться, возможно, это то, что часто в психотерапии происходит, в психотерапии это часто, когда человек приходит к психотерапевту, почему, знаете, очень модно на родителей жаловаться, потому что где-то с родителями получился какой-то стопор, и ты там где-то перестал развиваться, ты идешь на психотерапию, и ты, по сути, как будто бы просто там, ну, как бы, ну, взрослеешь, ускоренными темпами взрослеешь в каком-то одном ключе, в чем-то, в чем-то тебе нужно, там, возможно, чуть-чуть одна из идей, как вообще это все работает, вот, поэтому вот так вот, то есть, получается, что, грубо говоря, женщина, которая находится в отношениях с нарциссом, это может быть женщина, у которой есть заблокирована способность получать признание, восхищение, всю эту вот яркость, то есть, это вот часто же рядом с нарциссом есть, находится истеричка, это вот очень частая пара, вообще, если это высокофункциональный нарцисс, вот высокофункциональная истеричка, это вообще идеальная пара, это, знаете, пара вот этих вот часто в богемной среде они, то есть он павлин с перьями, а ей важно блестеть, но она, скажем, она не такая вот прям супер-мега-классная по своей сущности, чтобы ей нечем блестеть, скажем, особо, то есть она чем-то хочет, ну, скажем, или так, ей есть чем блестеть, но она хочет блестеть вообще, чтобы весь мир попадал, а чтобы весь мир попадал, так блестит нарцисс, и она рядом с ним, то есть истеричка, она рядом с нарциссом, потому что ей важно привлечь к себе внимание, потому что вначале он на этапе, условно говоря, лав бомбинга он же на нее так смотрит такие песни поет она ее сердце и это медом обливается а на этапе вот этих всех там обесценивания утилизации она собственно блестит как жертву в интернете очень много этих на тесть женщины записывают видео там по поводу своего опыта общения с нарциссом это правило вот такие глаза у них красные свисток накрашен часто крашеные какие-то в какие-то естественные цвета то есть это я к тому что можно говорить о том что есть такая демонстративность некоторая даже в имидже не говоря о том как это говорится с каким-то драматическим надрывом я была с нарциссом 50 лет не было 15 лет или там у меня было 4 мужа все нарциссы или там 5 где-то успел вообще где-то их набрала нет у меня было 5 мужа все нарциссы после каждого я сгорала как там в пепел потом восставала из пепла то есть такой драматизм то есть как правило опять же это говорит о том что в принципе вы можете даже понаблюдать за тем что есть такая категория людей которые как бы являются женщинами уже знаете все же люди делятся на мужчин и женщин так уж как-то в природе устроено и вот эти вот эти женщины с истероидами с этрическими какими-то чертами они могут тяготеть к нарциссу для вот по такому по такому этому механизму компенсации опять же если там критики нет то есть такая женщина не понимает что у него происходит она конечно до психотерапевта не дойдет также как и нарцисс никогда не дойдет до психотерапевта если он такой низкофункциональный зачем он будет лишаться своих защит которые как ему кажется идеально работают если женщина понимает скажем это не такая вот прям яркая истеричка женщина с истерическими чертами сейчас в принципе уже вот это вот истерическое расстройство прямо не встречается поэтому это говорю как опять же таких вкреплениях то можно просто понять что вот какого какого черта я столько времени с этим человеком провожу ну с этим мужчиной нарциссом а действительно есть есть такая вот вторичная выгода что все-таки с ним было ярко было ярко мне этого не хватает я хочу сейчас что-то в своей жизни поменять чтобы была у меня яркость которую я управляю и которая будет скажем нормальная человеческая черт подери яркость они вот это вот непонятно что эти все драмы никому не нужны вот так это решается ну и второе 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 как это вторая ситуация когда что-то человек рядом с нарциссом может быть это женщина если это есть комплиментарные вот эти вот эмоциональная черты личности эмоционально такая частично незрелость только если у нарциссы это такой я ребенок эмоционально незрелый то у женщины это я мамочка ну то есть я привел пример старший старший брат например его тоже там предположим семья была вот я например семья была без отца значит старший брат потом девочка которая была там ну лет на пять младше первенца то есть это такой возраст когда уже ну пока она там начнет ходить он уже в принципе дошкольник и соответственно можно его уже нагружать и мы он мало того что выполняет роль родителя по сути отца так еще отца в семье нет выполняет заполнять немножко отцовскую роль это все легло реальный пример на шестилетнего мальчика то есть мама говорила про него у нас мужчина в доме он у нас там вот это сама пойди там когда начинается там приди ну пойди нож наточи потому что должны быть если мужчина в доме тут должны быть ножи наточу она она вот эти все все женские эти токсичные всем чем все чем женщина может мужчину нагрузить вот этими всеми установками установками ограничивающими токсичными она всем делила мне это казалось то что она почему-то не ходила не хотела заводить новых отношений там или не могла или в общем она думает зачем мне как бы я хочу быть одна у меня вот есть дети я родить детей все делаю а мужчина вот у меня есть маленький вот здесь на что потом он когда пришел на терапию то там надо было все это получается все это нужно было осознавать эмоциями переживаниями прочим этом слезами все это проживать и тут же понятие как человек то взрослый уже маму то любит все любят маму а тут такая вот ситуация и как бы романтично да ну это и я же к чему вот этот человек тоже попадал в отношения часто с такими вот эмоционально инфантильными людьми там и женщина такая была с нарцетическими чертами и у него проблемы была то есть все проблемы которые во вне вне семьи у него были там везде звучали люди начальник такой у него был самодур самодур ну и пустозвон в общем то есть вот так это работает так ну теперь мы приступаем к просмотру ваших телевидеосообщений значит я посмотрю сначала в инстаграме потому что такая новинка я кстати ютубером хочу сообщить что сегодня еще и в инстаграме поэтому если вы думаете куда пацана в бок смотрю это у меня не тик это я сейчас в телефоне так значит а нарцисс может ударить женщину мальчики хотят мамочек так ну вот смотрите первая посылу мне кажется многие мужчины хотят мамочек ну вот опять же ключевое слово здесь вам кажется если вам кажется что многие мужчины хоть хотят мамочек то первых это ваш опыт то есть многие мужчины вокруг вас хотят мамочек соответственно может быть, это есть такой, по-моему, зацепроективная идентификация, если не путаю. Мне кажется, что, ну, в общем, короче, подумайте о том, что почему вокруг вас такие мужчины, которым хочется мамочек. Из своего опыта могу сказать, что не большинству мужчин хочется иметь мамочек. А, и тут еще вот такая штука. Смотрите, в здоровых отношениях люди постоянно, есть постоянно дыхание. Во-первых, дыхание – это слияние, дифференциация. То есть в нормальных отношениях нормально, когда происходит слияние или конфлюенция. Это когда люди, вот мы такие вдвоем просто одно сердце на двоих. Это то, что если это слияние вот никуда не девается, это переходит в такую уже созависимость. Вот, но это слияние должно переходить в дифференциацию, что когда вот то мы чувствуем, что мы просто вместе вот как одно целое, то у тебя свой пространство, у меня свой пространство, у тебя интересы, у меня свои, и на этом месте формируется конфликтный фон. Это то, что должно быть в любых отношениях. В любых здоровых отношениях должен быть конфликтный фон. Вот он как раз таки формируется на этапе этой дифференциации. То есть то мы вместе, мы заодно, то у нас есть разные какие-то взгляды на жизнь, и нам нужно договориться, как согласовать это. И вот в этом месте конфликты должны разрешаться через компромисс и еще прочее. Вот. А вторая штука это, что и мужчина и женщина постоянно перешелкиваются между взрослым родителем и ребенком. То есть нормальная ситуация, если приходит мужчина, скажем, уставший с работы и говорит, слушай, так, так, у меня сегодня такой сложный день был, и все, мы там потратили, потеряли фирму кучу денег, и начальник такой на меня взбесился, еще что-то. И женщина подходит к нему и говорит, ну ты его бедненький, там, вот она начинает его, как мамочка, как бы успокаивать, он немножко регрессирует эту ситуацию, он немножко как бы прижался, поплакался, ты моя любимая, там, и так далее. Все, они немножко вот в этом побыли, и дальше происходит выравнивание, они переходят, опять переходят в субличности взрослые-взрослые. А чуть позже он уже, как родитель ей говорит, слушай, ты, что-то ты как-то, что у тебя руки такие холодные, ты не замерзла? Он уже управляет о ней заботу, как родителя о дочечке. Она говорит, ну принеси мне пожалуйста мою эту кофточку. И вот если они, вот так вот у них происходит, то это здоровые отношения. Если у них вклинилось, что она всегда мамочка, он всегда ребенок, то о чем вы говорите, то да, тогда это, это патологично. Вот, но вот такое бывает, ну это, многие мужчины любят мамочек. Я, кстати, не знаю, что вы имели в виду, может это вы имели в виду этих мамочек, в смысле, в половых предпочтениях. Так, Ютуб смотрим, что у нас тут в Ютубе. Да, кстати, надо же это сказать, лайки, ставьте лайки, поделитесь, в Интеграме поделитесь, можете этим эфиром свои истории, чтобы люди пришли в Ютубе, можете заширить где-нибудь, тоже буду вам благодарен. Так, смотрим, откуда же здесь начать смотреть. Я та самая старшая дочь, на которую навещали родительские функции в отношении младших братьев. Итог – мишель для нарциссов, причем перверстных. Ну да, к сожалению. Да, и кстати, я сразу хочу, я забыл упомянуть, когда вы пишите комментарии, пишите, пожалуйста, комментарий так, чтобы он имел как бы начало, середину и конец, в том плане, что часто бывает так, что люди меня слушают и, ну как бы, сколько я говорю, есть иллюзия, ну не иллюзия, а ощущение такого живого общения, и вы в реакцию на то, что я сказал, пишите, а вот бывает же, что бывает по-другому, предположим. Так вот, вы знаете, что ваш комментарий я точно прочитаю позже, и я, ну скорее всего, не буду помнить, к чему вы пишете. Поэтому пишите всегда свое комментарий, не как реакцию, а как послание, знаете. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если вы пишите, а бывает и по-другому, то к чему это значит, я не понимаю. Он должен быть начало. Бывает и та, что он, например, думал, как вот с женщином целом, что там мужчины любят мамочек. Так, еще раз. Следующее. Может ли после измены мужа, но он не признался, и паузу в отношениях на подумать. Так, отношения изменились очень... в лучшую сторону. Так, послушайте, я вас прошу, пожалуйста, вы перечитывайте ваше сообщение, то, что бывает Т9 пурт меняет, я бы не могу понять, что может ли шло. Вопрос, неполное предложение. Отношения изменились очень в лучшую сторону. Снова романтика и т.п. Постоянно теперь жду подвоха. Получается, нет. Я понял, что вы пишете. Ну, пожалуйста, пишите, чтобы это было... Представьте, что вы пишете по-человечески, потому что вы вырваны какие-то по полслова пишете. Если была измена, но он не признался, то первый вопрос это, собственно, была ли измена или не была ли измены. Может, это была ситуация... Может, вам кажется. Я же не знаю, какая там ситуация. Если вам... Вы считаете, что была измена, что точно есть, непонятно из вашего сообщения, была ли измена или нет, была ли измена, но точно известно, что у вас кризис доверия, вы ему не доверяете. Соответственно, из кризиса доверия мы всегда выходим через последовательное получение подтверждений, что человек как говорит, так и делает. То есть мы ему не доверяем, потому что он где-то соврал. В вашем случае получается вообще не доказано. То есть странно, тут надо разбираться, что это за такая измена, которая непроверенная. Вот. А что вы ждете подвоха? Ну вот, пока вы ждете подвоха, находитесь в напряжении, вы не получите удовольствие от этих отношений, того, что можете получать сейчас. Поэтому тут вот как... Нужно просто понимать, насколько вы ему доверяете. Мониторьте свой уровень доверия. По идее, когда человек... День изо дня, день изо дня делает так, как говорит, говорит так, как делает, то мы ему начинаем больше доверять. Так это... Так недоверие излечивается. А то, что он может изменить, любой человек, любому другому человеку, может изменить. В частности, или оставить его в целом. Любые отношения заканчиваются. Это факт. Как минимум смертью. Вот возьмет, например, человек... Смотрите, тут в чем проблема. Вы будете ждать подвоха, и все ждать, что он будет вам изменить, а его там, скажем, машина собьет. Ну, не дай бог, конечно. Понимаете? И потом вот это будет, конечно, попроситься, что это... Что... Так, дальше смотрим. Очень круто. Спасибо за ваши лекции. Спасибо. И тогда я сказал... Так, ну вот видите, я таки не буду читать комментарии, которые начинаются как продолжение какого-то другого, потому что... Смысла. Я, мамочка, вышла из 14-летнего брака, в котором задавила мужа как мама. Сейчас запала на нарцисса. Ну, вот если вы это о себе понимаете, то вот постарайтесь как-то с этим поработать, чтобы... Так. Сухой, бесчувственный нарцисс. Мой муж, мать еще та, но под алкоголем. Другой человек, нежный, любящий, откуда берется эмпатия и чувства. Не понял я ничего. Я старшая дочь, воспитывала младших двух братьев и сестру. Я старалась не подпускать к себе нарциссов, но мне нравится прям моложе меня. Это совсем неправильно, да? Нет, ну... Тут нет такого правильно-неправильно. Вы же понимаете, идеально же... Нет, не существует идеального воспитания. И именно поэтому воспитание, родительство, это искусство. Просто потому что нету какой-то книги. Если бы была какая-то вот правильно, знаете, как там... Вот у голубей, у них, например... Вот этот... Голубенок растет, и родители к нему относятся по инстинкту. Вот в таком-то возрасте они у червяков носят, в таком-то возрасте еще что-то, в таком-то возрасте он там гнездо плетет, и в таком-то возрасте он начинает лететь. У них это все очень линейно. У человека смысл у нас в том, что у нас не написано, как это должно быть. Есть какие-то рамки. Ну, важно, чтобы ребенок там, не знаю, в голоде, в холоде какой-то там страшном ужасе не сжил, и чтобы его там не супер-мега-переопекать. А все, что посередине, это вариативность и адаптивность. То есть это... Жизнь прожить можно один раз. Вот это и есть проживание жизни. И, ну, бывает ситуация, понимаете, я же так привел такую выхолощенную ситуацию, когда родители прям сгрузили мать-одиночка, сгрузила у нас ребенка, все родительские функции, ну, не все, а сколько могла, родительских, родительских функций, и он потом в результате еще и пришел на психотерапию, то есть он еще осознал весь какой-то вред и начал с этим работать. Бывает же ситуация, что у родителей есть, там, скажем, мать и отец, они не особо там как бы нагружают старших, но старшие все равно сами опекают, потому что старшие, в свою очередь, старшие сиблинги, ну, братья и сестры, они же для детей нормально имитировать. И когда, скажем, родители там, скажем, как-то начнут получать старшего, он потом, имитируя родителей, начинает получать младшего. И там вот эта грань, где родители навесили, а где они позволили так себя вести, она очень тонкая. И если вы понимаете, что вам нравятся люди младше вас, мужчины, это может быть проблемой, только если вы понимаете, что это вас ограничивает. Например, мне, скажем, там, пускай 50 лет, а нравится мне мужчины до 25 лет. И я понимаю, что это как бы ограничивает меня в том, что их очень мало таких, которых я могу найти себе, которые хотели бы, чтобы у нас были отношения. Плюс очень сложно их найти, потому что у них совершенно другой мир, другой уровень, там, этого, ну, другая жизнь, просто из-за того, что у них, не знаю, и еще из-за того, что они, скажем, незрелые. И вот тогда это проблема. Если, в принципе, вам просто нравятся мужчины младше вас, и вы, скажем, на этом фиксируетесь, потому что есть же обратная ситуация. Женщины, особенно из такого, условно говоря, постсоветского пространства, часто начинают сильно загоняться по поводу того, что у них возраст, там, наши родители и их родители, идея же там была какая, что после 40 уже все. Вот этот был советский фильм, где была эта фраза, что после 40 жизнь только начинается. Сама по себе эта фраза, она предполагает, что это вроде как какое-то такое открытие. То есть, как бы по умолчанию, что нет, 40 лет – это уже конец, но вот такое, как бы я вам такую говорю истину. По идее-то, на самом деле, пока, скажем так, в современном мире, в частности, в западном мире, там, где высший уровень жизни, там очень широкий диапазон, когда люди могут вступать в отношения просто потому, что люди здоровы, есть возможности. И опять же, благодаря тому еще, что, знаете, что вот благодаря этому, в том числе, этой эмоциональной незрелости, которая встречается у мужчин и у женщин, получается так, что 20-летняя, скажем, женщина, ну, не 20, пускай 27-летняя женщина, может быть, может найти себе, скажем, 40-летнего мужчину и не будет на одинаковом уровне зрелости. Или наоборот, понимаете? То есть, из-за того, что мы сейчас… Это уже как происходит? Эта эмоциональная незрелость, это произошла не из пустого места, потому что нам не нужно землю копать, как это было там 300 лет назад. Люди занимаются вот этой… Долго учатся в институтах, занимаются карьерой и так далее, прочими вещами, эмоциональными вот этими… Надей, если человек живет с идеей, что нужно сначала получить образование, потом построить карьеру, потом купить себе там жилье, предположим, а потом искать себе отношения, так он же и не будет с такой установкой, он и не будет сильно заморачиваться по поводу вот этого эмоционального саморазвития. То есть, есть вещи, которые такие в воспитании закладываются, а есть же вещи, которые связаны с тем… Ну, скажем, женщина думает, я вместо того, чтобы пойти на дискотеку, лучше посижу, вебинар посмотрю, какие-то курсы получу для работы. Это к чему приводит? Что навыки общения не нарабатываются, свои слабые места ты не нащупываешь, зато ты прокачиваешься как работник, у тебя там через, скажем, 5 лет такого поведения у тебя, скажем, ты какая была в эмоциональном плане, в плане отношений какая была, в плане построения отношений такая осталась, а в плане карьеры ты была там, ну, типа, на одном уровне, а стал на свой бизнес у тебя. Вот. Так, продолжаем продолжать. Муж, так, их поведение. Я ищу вопрос, потому что много… Мама меня все 12 лет подозревала в измене и в конце сказала, что нашел подтверждение. Ну, да, это не знаю, что с ним делать. Вот, я вижу, я продолжаю видеть очень много сообщений, которые после 31 года брака неделю назад ушла. После 31 года брака неделю назад ушла, панические атаки сразу прошли. Ни одной за неделю мне муж не давал быть… А, ни одной панической атаки за неделю мне муж не давал быть женой и женщиной. И как только я выключила материнскую фигуру, сразу обесценивал и агрессия. Ну, вот, поделились. Спасибо, что поделились. Здравствуйте, мне 43 года, учусь в институте, работаю, хожу на танцы. Можно 9 лет плачь. Это как… Это кто как себя чувствует внутри? А, ну, это вот к моему, то, что я говорил, что тут… Да, это очень по-разному бывает. То есть сейчас мы имеем возможность себе более гибко вообще выбирать. То есть ты можешь, грубо говоря, себе выбирать возраст. И это очень интересно. В какой-то степени мы имеем такую себе легкую машину времени себе. Доступ к машине времени. То есть можно, например, устроить себе, ну, как бы, не то, чтобы вторую юность, но вы понимаете, если человек, вот это плато взрослости имеет какое-то достаточно долгое, то, соответственно, можно туда-сюда путешествовать. Так, смотрим, что у нас тут в инстаграме. Может ли после измены мужа… А, это я уже читал. Sorry. Здравствуйте, Евгений. Тревожно избегающий вид привязанности. Это… Что-что? Приговор. А, это приговор. Ну, смотрите, значит, типы привязанности. Ну, в теории привязанности там какая идея? Что она, как бы, закладывается в детстве и так эстетично находится. И там идея, что вот можно изучить, какой у тебя тип привязанности. На самом деле, ну, смотрите, я что-то не помню ни одного человека, который бы обратился бы с вопросом, вот у меня надежный тип привязанности, типа, а что с этим делать? И не только потому, что, как бы, ну, действительно, что-то, ну, в этой теории это, как бы, самые классные типы привязанности, и вроде какая-то не проблема. Так люди у себя его еще не находят. Потому что, если у тебя есть хоть немного критики, самокритики, ты у себя найдешь что-то тревожное. Или тревожно-избегающее, или тревожно-какой-то… Ну, тревожно-избегающее, тревожно-избегающее. То есть, какое-то вот, что-то ты у себя найдешь. В рамках этой теории психологической, вроде бы, там оно, как бы, статично. То есть, если у тебя какой-то тип привязанности есть, то он у тебя, как бы, есть в течение жизни. Но это же теория даже не психиатрическая. То есть, это не то, что там… Хотя и психиатрия-то тоже, знаете, там есть вот это вот учение Ганнушкина в психопатиях. Там есть идея, что оно тотальное и, как бы, не меняется. Но это немножко другой уровень вообще. Привязанность, она, если у тебя какая-то есть, если ты понимаешь, что у тебя есть такой-то тип привязанности, то дальше ты начинаешь обращать внимание на то, как ты с ней обращаешься. То есть, собственно, по этой теории твоя тревожно-избегающая привязанность, она диктует развитие навыков формирования отношений по типу тревожного избегания, ну, грубо говоря. Если ты начинаешь работать над этими навыками, и ты начинаешь вести себя в ситуации, когда тебе тревожно, выполняешь, там, упражнения для того, чтобы снизить тревогу, ты рефлексируешь, замечаешь, как у тебя тревоги, ты постоянно, например, ведешь тебя на какой-то время дневник тревожного уровня у себя, ты это вот дело, как бы, как это опановываешь, ну, управляешь им. Вот ты понимаешь, что я своей тревогой, моя тревога есть, я и управляю. Потому что, понимаете, с тревогой ситуация такая двоякая. Есть уровень тревоги у нас выше и ниже, а есть уровень толерантности к тревоге. Есть люди, которые на небольшой уровень тревоги уже их клинит. Это люди, которые из-за этого дезадаптивны. То есть, человек, который старается, чтобы у него все должно быть без изменений, без каких-то вот сложностей, он все вот у него так вот ровненько, он никаких амбиций в жизни у него нет, он ничего не планирует, потому что любой не знакомится с новыми людьми, он это вот как интроверт, как сейчас говорят, то есть он не знакомится с новыми людьми, потому что любое знакомство – это повышение тревоги на какое-то время, а он ее не выносит. И вот в такой ситуации человеку не нужно снижать уровень тревоги, человеку нужно повышать переносимость тревоги, толерантность тревоги. Есть люди, у которых высокий уровень тревоги, они постоянно шарашат, у них высокая толерантность, они такие, знаете, которые автостопом через Пакистан едут. Какой у них уровень тревоги? У них уровень тревоги есть, они не в маниакальном этой стадии психоза, так что они вообще вне критики. У них, скорее всего, уровень тревоги достаточно высокий. То, что в быту называется адреналин, это же есть эта тревога. Но у человека толерантность, эта тревога, она его не сковывает, она его мобилизирует. Поэтому, если вы понимаете, что у вас есть тревожный тип, тревожно там убегающий, это тип привязанности, то вы чувствуете, что это при сближении с человеком я испытываю тревогу, ну там по этой теории, что я не окей, он окей, или я не окей, и он не окей, то эта тревога может, ее можно использовать как тревога, это же по сути энергия, адреналин, кортизол, вот оно тебя шарашивает, что ты типа убегал. Если это тревожно избегающий тип привязанности, то ты не управляя собой, уходишь из отношения. А если ты понимаешь, что тебе делать, ты можешь эти же, эту же, ну по сути, как бы энергию, что ли, этот же потенциал направить на сближение с человеком, если у тебя наработаны навыки сближения. И тогда уже какой у тебя тип привязанности, в принципе, уже не имеет значения, потому что тип привязанности, это как бы входящее, с чем тебе приходится иметь дело. А как ты себе, а кто-то есть, это то, как ты себя ведешь, понимаете? То есть, это можно адаптироваться, что ли. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, приговор ли это, ну то есть, нет, это не такой приговор, как там, какой приговор, как 10 лет трубы. Так, дальше смотрим в YouTube. Я ушла на работу сама на себя. Онлайн и очень одичала. О, хороший вопрос. Потеряла навык общения с мужчинами и не только, как раз в это время встречала нарциссы, после расставания вообще закрылась от всех. Как вытащить себя? Хороший вопрос, спасибо. Значит, смотрите, я ушла работать на себя в онлайн, тратила навыки общения. Очень частая штука, особенно коронавирус, вспоминаем, и в принципе, как бы тенденция к тому, что многие услуги можно, ну там, например, психология и педагогика во многом перешли в интернет. Если не перешли, то, крайне мере, уже можно в интернете. Ну и много чего другого. Значит, смотри, Диктор, что здесь происходит? Ты десоциализируешься, ты перестаешь общаться, потому что тебе нет необходимости. Когда мы идем на работу, вот это, кстати, вопрос и работа онлайн, и обучение онлайн. Это два таких важных вопроса. Есть родители, которые говорят, я не хочу, чтобы моя маленькая бубочка ребеночек шел к этим злым ребенкам, детям другим, они будут его булить. Так они должны его булить. Знаете, я вам так скажу, это может быть немножко кромольно, но вообще-то, ну, как правило, чмарят тех детей, которые как-то не могут, у них нет навыков, чтобы с ними так себя не вели. И лучше ребенка будут булить, так сказать, ну, не так скажем, упираем кавычки, булить. Лучше ребенка будут булить в школе, до каких-то крайностей, это, как правило, не доходит, и есть вероятность, что его там все-таки, ну, вступятся там педагоги, родители и прочее, чтобы его не добулили. Но лучше он получит этот опыт в школе, где он сможет наработать навыки, как противостоять этому, как уметь сказать, типа, идите в задницу всем, долбанный буль-буллер. Я вот помню, у меня, у меня была ситуация, я долго, я же психолог, блин, я же, я долго думал, когда меня в школе было ли такое, что меня булили. И помню, что был такой недолгий момент, когда меня, еще и младшеклассники, они меня ходили, я высокий, они, в общем, меня булили, что типа, страус, там, что-то, или жираф, что-то такое, что-то. В общем, короче, там же, знаете, там же, не важно, что говорят, важно, как ты на это реагируешь. В общем, меня чуть-чуть побулили, и потом, я не помню, я недели две, я сильно так переживал, загонялся, как говорится, а потом, как-то, я не помню, какая-то у нас была там, типа, или спортивный сбор, или что там, школа, я как-то там с кем-то из них, как бы, задружился, и как-то, и эта вся штука прошла, и, то есть, я какой-то нашел творческий, адаптивный механизм, и это прошло. Можно, конечно, сказать, что не повезло, но как-то, и, по-моему, это было бы обесцениванием опыта. То есть, как-то я нашел из этого выход, и, возможно, вот этот способ копинг-стратегии, она, я и сейчас использую, только не всегда создаю. То есть, как-то, вот, ну, как бы, баланс между жестким отпором и такой вот, не заклиниванием. Короче, значит, ушла в онлайн, навыки общения утрачиваются, как у детей, которые онлайн обучаются, так и у взрослых. Людей. Навыков общения нет. Возникает вопрос, как мне найти себе мужчину? Например, женщина говорит, мне для дома, для семьи нужен секс. Что делать? Раз я в онлайне, то что? Тиндер? Ну, потому что, понятно, я когда покупаю там какие-то стиральную машину, где я покупаю? В онлайн-магазине. Когда мне нужен мужчина, куда идем? В онлайн-магазин мужчин, в Тиндер, ну, или там, в Аду, или какие-то сайты. Вот. А там, во-первых, понимаете, это же читинг. Ну, то есть, ты идешь на сайт знакомств, как способ, ну, чтобы, знаете, вот это идти там куда-то, в какой-то клуб, или в какие-то, не знаю, на какие-то чтения, куда-то идти общаться с людьми, на танце, на сальсу, там еще. Это надо голову мыть. На фига нам не надо. Возьму сейчас, понимаете, это поиск легкого пути. У меня работа, у меня горят дедлайны, и мне вот с этими мужчинами сейчас так себе быстренько найдусь. А там, кстати, знакомств, с той стороны сидят такие же мужчины, которые думают, ну, не надо вот это, вот это бриться, мыться, вот это вот, трусы себе новые покупать. Я себе, ну, ходить там, общаться с женщинами, навыки общения. Зачем мне нужно? Сейчас быстренько себе, целенаправленно, зафрактую, так сказать, женщину. И вот в такой ситуации навыков общения нет, а иллюзия, что в интернете можно соприкоснуться душой, что, наверное, нет. Ну, как это, хотя люди знакомятся, но опять же, люди знакомятся, сначала может быть, но в ситуации потом все равно нужно нормальное общение. Приводит к тому, что ты потом общаешь, вверя высок риск, что ты потом встретишься с человеком эмоционально неизрелом, а это кто? Человек, возможно, с нацистическими частями личности. Что в этой ситуации, скорее всего, приведет к демотивации. Потому что тут же как работает? Ты думаешь, ну ладно, в тиндере мы с ним попереписывались, договорились встретиться, идем куда-то. Куда люди идут, когда люди в тиндере познакомились? Куда они идут встречаться? В бар, в ресторан куда-то, куда идут люди на свидание? Потому что это же мужчина и женщина, ну мы же не пойдем на нетворкинг, на площадку нетворкинга или в какой-то офис, знаете, это офис, как это. Мы же не пойдем куда-то в офисное здание или мы идем на спортплощадку, мы пойдем куда-нибудь опироль, цветы и свечи. То есть мы идем куда-то, как вроде бы это свидание. А это не свидание, это собеседование. Это собеседование, вы друг от друга не знаете, у вас приконтакта нет. Вы друг друга по-человечески не почувствовали. Вы же, вы же хотели, ну как, вы же, я так это говорю, мы же, мы не обижались, мы же. Мы же в такой ситуации что хотим? Мы хотим схитрить, мы хотим найти как бы особое, чтобы два раза не вставать и заходим себе в интернет-магазин человеческих особей противоположного пола, ну или там кому как, и находим там кого-то. Ты нашел себе человека, которого тебе нужно теперь только посмотреть. Посмотреть, начать с ним общаться. Потому что в интернете мы же кого имеем? Фотографии, которые можно причесать, имя, которое особо ни о чем не говорит. И какие-то там условно говоря, что я люблю. Путешествовать, там, не знаю, пиццу и яркий секс. Что это, о чем это? Что это может быть? Что это может сказать о другом человеке? Ну, стандартные какие-то вещи. А когда начинаешь с ними уже общаться, то может возникнуть такая ситуация, поскольку навыки общения у тебя утрачены, ты думаешь, что так надо. Ну, короче, потом может быть череда ошибок, в результате которой ты вступаешь, формируется привязанность, тебе, если из голода, голода к привязанности, ты вскакиваешь в эти отношения, не особо в них не разбираешься, а потом оказывается, что человек, ну, например, нарцисс, ну, или какой-то вот там счет. Хороший вопрос, спасибо большое. Это интересная ситуация, ее буду так разобрать, потому что она, она в нынешнем мире нормальная, это нормальная, ситуация распространенная очень часто, она, это норма, вариант, ну, не вариант нормы, тогда есть норма. мы уходим в интернет, мы, то есть, понимаете, хороший, умный человек, хорошая женщина, умная, которая не занимается там какой-то глупостями, работает сама на себя, то есть, это заслуживает восхищения, идет в интернет, и это приводит к косвенно, к тому, что утрачиваются навыки общения, а потом, блин, черт подери, как, ну, несправедливость такая, понимаете, почему, почему это случилось со мной, а не с той вот какой-то Марусей, которая ходит там и, может там, скажем, не зарабатывает, и не особо умная, и не особо развитая, а зато она у мужчин там шелкает прямо, потому что она, она это прокачивала в себе. Так, еще вопрос, сейчас будет Инстаграм, сейчас пока в Ютубе последний, ну, не последний, Евгения, может ли нарцисс измениться? Или это уже болезненный, безнадежный случай? Какова статистика, исходя из вашего опыта? Благодарю за ответ, Анастасия. Значит, смотрите, статистики я не провожу, потому что я же работаю, с того боку, с тех пор, как я ушел из государственного здравоохранения, я работаю, я и другой человек, я не группирую, там, какие-то диагностические вещи, ну, то есть, мне сложно статистику перевести, потому что для меня люди, это не количество штук, которые я могу поделить, а это, короче, каждый человек, каждый клиент, с которым я работаю, это история, которая, ну, неисчислима, численно, поэтому я статистику вам не скажу, но я, в ходе моего ответа, вам это и не понадобится, дело в том, что, я уже говорил, есть данные статистические, которыми занимается Всемирная организация здравоохранения, пусть они вот и считают, все эти, как бы, количество, сколько дней, там, 100 тысяч населения, они считают, что 5%, по-моему, там, сейчас, ничего не поменялось, людей с расстройствами личности в популяции, опять же, это зависит от региона, там, от возраста, то еще что-то, там они это все исчисляют, и нарциссическое расстройство личности, соответственно, там, 5%, ну, не 5%, а какая-то часть, скажу, пятая часть пускает 5%, пускай так, опять же, в следующей классификации болезней, медицинской классификации болезней, один стоит, там не будет уже нарциссического расстройства личности, там будет просто расстройство личности по глубине, по степени, то есть, скажем, легкая, там, какого все осталось сейчас, вот расстройство личности будет, типа, будет высокофункциональный, человек с расстройством личности средне- и низкофункциональный. Почему так решили сделать? Потому что на самом деле у любого человека с расстройством личности есть несколько элементов нескольких расстройств личности. То есть, скажем, 5 баллов нарциссической черты расстройства личности, там 3 балла там какого-то там сценического, там 1 балл какого-то антисоциального, то есть всегда если есть расстройства личности, они есть какие-то. Это для клинических разборов очень интересно, когда мы разбираем отдельно. Или вот как я вот на канале, я разбираю как бы отдельно нарциссов, но чтобы можно было выделить такой сам сок, нужно поговорить о чем-то очень таким видимым, чтобы потом элементы этого такого иллюстративного увидеть в реальности, потому что в реальности все всегда перемешано. А в принципе нарциссов, то что мы называем нарциссами, ну в интернете сейчас называется нарциссами, людей с нарциссическими чертами, их достаточно много, но это черты личности и человек в ходе своей жизни, в ходе взросления может, вы же помните о чем я говорил, как это все эмоционально неизрелость происходит. Маленький ребенок не получил в детстве любви от родителей, но не факт, что он не может эту любовь потом получить. Люди прорабатывают это, люди справляют с этим. Я уже не говорю про психотерапию, кроме того, у людей в принципе происходит какое-то, знаете, время лечит грубо говоря. То есть есть ситуации, когда человек на всю жизнь таким останется, особенно если он попал в такие отношения, где вот есть нарцисс, жертва нарцисса, как я говорил, когда нарциссы истеричка, бывает, когда они друг за друга так держатся, что вообще они каждый в своих этих защитах, нарциссических и исторических, соответственно, настолько они там вот в них попадают, что вот их лучше не трогать, они так и живут. Они не особо прям как-то страдают. Это такая вот необычная пара. А так бывает, что люди растут. Так, инстаграм смотрим. Бум-бум-бум, если вопросы. Так, просто не вместилось. Спасибо за ответ. Как-то странно нагромождаются ответы ваши. Ответьте, пожалуйста, есть ли мужчина пьет-бьет легкие наркотики, игромания, при этом всем обвиняет, секундочку, обвиняет, что-то за тип такой. Так, с инстаграма я буду решать, как-то мелкие буквы у меня. Значит, вопрос такой, что такое, если мужчина пьет-бьет, и алкоголь, и легкие наркотики, и дальше там что-то, видимо, попросили, типа, какой-то может быть тип личности там и что. Смотрите, в психиатрии любой диагноз всегда скрывается алкогольным опьянением или алкоголизмом. Ну, то есть, с предпринятием алкоголя или наркотиков. Почему так происходит? Потому что, когда человек принимает внешнее психоактивное вещество, те изменения в его поведении, которые наступают, они гораздо более выраженные и грубые, чем те изменения, которые, которые можно рассмотреть, которые есть у него в личности. Понимаете? То есть, когда я работал там, вообще, на психбригаде, приезжаешь, человек с запахом алкоголя, видно, что он пьяный. Непонятно, какой он вот сквозь его пьяного, ты его не знаешь, ты его не видел раньше и позже, пока тоже не видел. Ты не можешь понять, как он. Может оказаться, что это, скажем, человек, ну, скажем, хронический шизофреник, он, у него был галлюцинос, за ним преследовали, его преследовали там какие-то демоны, он напился, чтобы у него было так страшно, а вот он пьяный. То есть, отрезвей он, он будет находиться, ну, как в состоянии человека в психозе, в тревожной, галлюцинирующей, гадывающейся. Может быть, это просто человек, который напился, может, какой-то, то есть, грубо говоря, если человек пьет, то это та проблема, которую нужно решать, а все остальное не имеет значения. То есть, может быть, что это он пьет, потому что у него там скрытая депрессия, у него там какая-то расстройство личности, у него там, может быть, психоз, может быть, в принципе, он, бывает так, что человек просто пил пилы и допился до уже энцефалопатии, то есть, у него уже вторичное расстройство личности из-за его алкоголизации, но если человек пьет, то это человек пьет, понимаете, и, ну, грубо говоря, что делать? Ну, надо не пить. Тут нет такого, что, ну, он же пьет, типа, не часто, он пьет всего лишь одну бутылочку пива каждый день, скажем, да, или, как у него говорят, что, ну, пытаются снизить значимость, или, напивается не часто, напивается, скажем, каждую неделю. Вот. То, что происходит в светлый, так сказать, промежуток, ну, не имеет значения, потому что период полувыведения алкоголя, по-моему, там, трое суток, то есть, вот человек выпил вчера, вчера он был пьяный, сегодня он уже трезвый, а отсроченные последствия употребления алкоголя, они еще длятся три дня, это полтозы выводится, а еще в какое-то время остальное, вся тоза выводится, то есть, свойство внимания, раздражительность, какая-то нечеткость в движениях мелкой моторики, все эти вещи, они остаются дольше. Так, хорошо, смотрим, что здесь у нас Евгений, а может ли нарцисс... Так, смотрим, я сама нарцисс, стала им по собственному желанию. Это как... Так. Расскажите, пожалуйста, про динамику отношений со скрытым нарциссом, какие периоды проходят и как распознать? Полтора, один и пять лет, пока пауза в отношениях заметила, что стало больше сил, так как надо слушать... А, не надо слушать нытье. Ну, вам, если вы хотите разобраться, вам нужно конкретно ваш случай разобрать, так будет проще. Собственно, ну, как бы со скрытым нарциссом, по идее, общие вот эти вот какие-то стадии, они те же, лоббомбинг, обесценивание и отказ, утилизация. Вот. Если вы с ним... Ну, мне нужно очень много чего домысливать, как у вас там все, что происходит в отношениях, потому что, если вы с ним в отношениях, у вас сейчас пауза, то пауза это вы... Ну, по сути, пауза это кризис, который решается через необщение, отсутствие общения. Если вы не общаетесь с ним, то дальше как? Вы собираетесь с ним общаться или нет? Если вы, например, пишете, что это скрытый нарцисс и у вас пауза в общениях, то вы предполагаете, что вы потом будете с ним общаться. А чего? Ну, бывает так, женщина говорит, ну, блин, все-таки с ним классный секс. Ну, тогда вам надо понять, готова ли... Такая ли это прям суперценность, именно вот такой секс, и готова ли я этим платить. Ну, в принципе, как бы секс это такая штука, что, как бы, понимаете, не надо 16 лет этому учиться в институте. Это такая вещь, что, ну, можно найти себе человека. Если это правда, если это... Потому что часто говорят, мы с ним совпадаем по сексу, а там, на самом деле, какая-то другая вот есть особенность. Или что вы с ним там вообще... Может, у вас к нему привязанность. Опять же, почему привязанность? Потому что сложно... У меня навыки общения, скажем, утрачены, как в предыдущем примере, там, где женщина в онлайн ушла. А с ним просто как-то так получилось, что мы с ним познакомились. Он со мной познакомился, а не я с ним. И я, получается, переживаю, что если я с ним не буду общаться, то я сама... Я же сама не умею общаться, знакомиться. То есть в моем опыте, в последний раз, знакомились со мной, а не я знакомилась. Это, кстати, проблема красивых женщин, потому что красивым женщинам, как правило, сами поступают эти вот предложения о знакомстве, а навыков познакомиться с самой красивой женщиной может и не быть. Потому что мне раньше это не надо было, всегда у меня было отбоев. А сейчас я понимаю, что отбоев все еще нет, но мне эти вот, те, которые предлагают общение, мне их вообще не интересны. А познакомиться с каким-то вот... Вот он тут есть хороший, интересный. Я не знаю, как с ним знакомиться. Никогда в жизни такого не было, чтобы я сама подходила. Нет такого. Так, Инстаграм. Добрый вечер. Сколько... А, сложно писать. Коротко вопрос. Это да. Но как вести себя с нарциссом, который настраивает сына на подростка 17 лет против меня? И как вести с ребенком? С ребенком в законном браке 24 года, есть еще старший. Так, смотрите. По поводу настраивания детей, это вопрос очень такой болезненный и как бы сложный, но вам надо понимать, что нельзя настроить так вот... Ну, сложный это вопрос. Смотря как он настраивает. Если ребенку 17 лет, то это без одного года, 18 лет, когда он взрослый. И когда уже он должен быть... Вы уже приступите его опекать. Если он как-то настраивает, ну, мама у каждого человека все равно одна. Мама исключительная. Отношения с мамой исключительные, потому что все отношения имеют начало и конец, кроме отношений с матерью, они не имеют начала. Мы мать знаем больше, чем мы знаем себя. То есть внутриутробно эмбрион, еще не имея там маленьких своих лучших ножек, уже чувствуют мать, а себя он пока еще не чувствует. Это отношения, которые... В шкале Аспергера тест любишь ли ты мать, предполагает ответ... 22 часа 56 минут. Да, а если человек отвечает нет, то это... Ну, короче, в общем, это... Поэтому не так легко против матери настроить. Плюс, опять же, бывает так, что отец настраивает, например, ребенка против матери. Мать думает, что то, что происходит с ребенком, это следствие настраивания. Ну, смотрите, вы считаете... Ну, считайте и говорите, что ваш муж, я так понимаю, нарцисс. То есть я так предполагаю, что вы к нему... Наверное, у вас с ним не очень хорошие отношения. А что у вас с ним не очень хорошие отношения, то может получиться так, что если ребенок в таком возрасте, а в таком возрасте дети бунтуют, сепарируются и перестают мам... Начинают мамочки грубить. Ну или там уже, скажем, не начинают, но продолжают. То может получиться так, что вы накладываете на органическое бунтование и попытку так вот очень угловато вырваться ребенка из родительских этих уз, так сказать, сепарироваться, вот это все его бунт, вы не можете усмотреть, что его там настраивает муж ваш, поэтому тут надо разбирать этот случай, вы правы, что очень сложно вопрос записать, особенно в комментариях в инстаграме, это сложность и опять же это в этом есть небольшой плюс, зато вы очень емко описали все, а поскольку емко описываешь, ты лучше понимаешь, что у нас эти волны, поэтому здесь, грубо говоря, не переоценивайте значимость накручивания, потому что как бы он не накручивал, он не накрутит больше, чем ваш ребенок, ребенок всегда остается, мама это всегда мама, а и при этом не закрывайте глаза на тот факт, что чтобы он там не накручивал, ребенок все равно уйдет, то есть я хочу обратить внимание на то, что происходит с вашим отпусканием вашего ребенка, потому что в 18 лет это уже он может сам там, может и жениться на какой-то вертихвостке, который вам не понравится и будет вам много нервов, а он все-таки это сделает или что-нибудь там еще учудит. Расскажите, пожалуйста, про динамику отношений со скрытым нарциссом, а вот по-моему вы писали в ю-тубе то же самое, да, скрытым нарциссом, который период проходит, как распознать полтора года в отношениях, заявила, что стало стало больше, да, ну вы, это я понял, это вы смотрите меня в двух местах и я выполнил. Так, хорошо, смотрим теперь, что здесь у нас, здесь у нас уже такая динамика, прямо все друг другу сами пишут, все пишут и отвечают. Так, да, ну в общем, только я оставил чат в ю-тубе и тут уже пишут. Скажите, пожалуйста, патологическая нерешительность это такое какое-то расстройство, бывшее с нарциссическими и психопатическими ярко выраженными чертами, при этом жуткий неряха, как бомж. А, неряшливость, патологическая неряшливость. Ну, вообще, как бы так, если в общем-то говорить, то неряшливость, неопрятность это признак распада личности. То есть, вообще, это как бы деменция или бывает при этих самых, то есть, бывает, что человек неряшливый, потому что он, там, при, по-моему, при эльцгеймере начинается это при этих всех вещах. Ну, опять же, понимаете, бывает так, что тут же важно смотреть, может быть, он так, ну, у него такое воспитание. Бывает так, что у женщины воспитание планка достаточно высокая, когда нужно постель менять, как можно часто, там, в душ ходить, еще какие-то вещи. То есть, она мало того, чтобы гигиену соблюдать, так еще и больше, чем нужно. А у мужчины, скажем, меньше, так воспитан был. Плюс он еще мужчина, мужчины, в принципе, ну, как бы, мужчина, это такой, знаете, в каждом мужчине есть путешественник, а путешественник часто не моется, чтоб не простудиться. Ну, в общем, ну, короче, ну, женщин всегда лучше пахнет, женщины более, как-то более чистоплотные. И, опять же, я не хочу сказать, что это сексизм какой-то, но, как мне кажется, женщины все-таки больше увлекают внимание, в общем, и разбираются в этом больше. Соответственно, нечистоплотность мужчины, если она особенно выражена, женщина видится гораздо больше, чем это. То есть, когда мужчина в чем-то нечистоплотен, это мужчина, как правило, недооценивается, ему кажется, ну, подумаешь, там, чего, чего угодно. А женщина это усиливает, ей кажется, что это гораздо, ну, еще больше. Поэтому это может быть вот такая ситуация, может быть еще ситуация, если у вас с ним конфликты, бывает так, что мужчина специально начинает, там, знаете, ходит и пердит, чтобы, не знаю, раздражать вас. Ну, в таком плане. Вообще, в плане, если говорить так, психиатрически, то нерашливость – это признак распада личности, так как, знаете, мем есть такой, что излишняя чистоплостность – признак по эпилепсии, там, а излишняя нерашливость – признак распада личности, так что же делать, там. Поэтому тут нерашливость. Евгений, если человек перверзный… А, вы, блин, извините, я плохо вижу. Евгений, есть человек, героиновый наркоман. Скрывал, но вел, как обьюзив. Скрывал, но вел, как обьюзив. Вел себя, наверное. Сначала красиво, ярко, потом вина, обесценивание. Ушла, как узнала про наркотики, общение было два месяца. Почему притянуло? Смотрите, идея в том… Вот тут есть такой важный момент в общении. Когда у тебя был опыт общения с нарциссом или, например, с наркоманом. Опять же, я уже говорил о химических зависимостях. Когда у человека есть химическая зависимость, рассматривать, какой он там, нарцисс или еще что-то, не имеет значения, потому что оно скрывается под клиникой человекопринимающего вещества. Это большее влияние имеет. Плюс оно легче снимается. Перестаешь принимать, и оттуда тогда только обнажается что-то на самом деле здесь. А так этого не видно. Короче, предположим, женщина имеет, дано в задаче, имеет в опыте, опыт общения с мужчиной, где было все очень не очень, очень нехорошо. И она пытается понять, почему же так произошло, где я повернул не туда, что произошло не так. Предположим, начинает она анализировать, находит, смотрит там видео, например, мои в том числе или еще чьи-то, смотрит про признаков нарциссизма, прикидывает, вроде, это он. Опять же, признаки все обобщенные, но она начинает изучать, смотрит, смотрит, думает, да, действительно, у этого человека достаточно много было, по сути, такой опциональной дезадаптивности, незрелости. Он так себя вел, и вот я теперь уже понимаю, что мне приносило вред. Это важный момент. Важно же не понять, что тот человек был нарциссом, а то, что ты был в каких-то ненормальных отношениях. Ну, я такую себе цель ставлю. Когда люди понимают, что они находятся в не очень хороших отношениях, они понимают, как со мной нельзя. Вот это очень важно. Вы смотрите мои видео, которые как бы про нарцисса, а понимаете, что вот так со мной нельзя, так со мной точно я не захочу. Вот это вот, в этом важная штука. И когда ты понимаешь, что я была в таком опыте, потом ты думаешь, так, ладно, ну, с этим мы справились, но я же дальше хочу, чтобы у меня были отношения, ну, нормальные желания. Но я не хочу, чтобы вот это такое повторилось. Наркоман, психопат, нарцисс, там, абьюзер в целом, это как бы, ну, такое общее слово, кто угодно. Вот такого, как было, плохого. Я такого не хочу, а поэтому, у нас какая логика получается. Я сейчас буду сразу в каждом новом человеке, с которым я встречаюсь, с каждым новым мужчиной, я буду в нем усматривать, есть ли в нем это. Если вы будете с такой позиции подходить, вам очень сложно будет выставить отношения, потому что вы будете во всех это усматривать. Потому что вы человека еще не знаете, но уже у вас в голове есть вся энциклопедия расстройств. Вы к небольшому количеству информации человека, которого вы знаете, у вас еще при контакте, вы с ним еще только-только познакомитесь, вы еще, вы с ним еще соприкасаетесь с вашими масками, вы еще с ним этой головой не встречаетесь, и, ходя с ним на свидание, как правило, старайтесь, чтобы белье было не просто чистое, а еще и под цвет, там, одну другому. И он еще ходит, бреется еще все еще, не так, как обычно, а старается выглядеть лучше. В этой ситуации, если вы начнете в нем искать нарциссизм, вы его в нем и найдете, потому что он сейчас, как и нормально в начале отношений, прикидывается нормально. И вы прикинулись нормально, понимаете? Ну, это еще начало контакта. Здесь выход один. Это, понимая, что у меня был травматичный опыт, понимать, как со мной нельзя, и идти в отношения и пробовать, грубо говоря, разминировать палкой. Понимаете? У вас этот вот, возвращаясь к вашему вопросу, почему меня этот человек притянул? Вы говорите, что вначале там было ярко. Поэтому и притянул вас, чтобы было ярко. Это нормально, если человек ведет себя хорошо и приятно к нам, а нам приятно с ним, то нам хочется с ним строить отношения. Это нормально. Ненормально, если мы в этом начинаем всегда искать какой-то хитрый подвох. Вот кто-то написал, может, сегодня было, что нет ли это в этом подвоха. Ты можешь в ожидании подвоха провести всю свою жизнь и потратить время. Самый важный ресурс, который у нас есть. Поэтому нужно идти в отношения, а там, понимаете, если вы идете в отношения, вот в следующий раз вы же думаете, говорите о том, что было в прошлом, но думать это как-то будет в будущем, потому что мы живем туда, нам не важно, чтобы оно не повторилось. Вы идете в отношения, а дальше вы сталкиваетесь с двумя вещами. Если это, ну, две крайности. Если это еще один, не дай бог, героиновый наркоман, то он не сможет долго быть ярким, красочным, веселым и радостным, потому что у него, ну, вот его, такие вот процессы. И вы очень скоро поймете, что, оп, здесь вот как-то не очень все оно идет. Если вы не успели еще туда прям, не успели поторопиться, почему, опять же, я не хочу, не дай бог, чтобы вы там как-то на меня садались или читали, что это такое, такое правило, но вот этот секс раньше времени, особенно секс раньше времени, когда хочется как-то побыстрее сблизиться, это, ну, торопление. Мне кажется, это, ну, как, в общем целом, это, ну, как правило, не очень хорошо. Опять же, это оценочное суждение, но вы понимаете. Идея побыстрее назвать человека своим, прям мы теперь с тобой в отношениях. Идея, под любая идея поторопиться, это идея, которая очень чревата. Поэтому, если вы сближаетесь с другим человеком, не торопитесь и понимаете, о, здесь этого нарциссизма условно какого-то, или там наркомана, еще что-то, здесь так много, вам легче из этих отношений выйти. И тогда вы можете, в принципе, ну, так найти, люди же никогда не находят отношения сходу. Знаете, я примерилась, настроилась, прочитала много литературы, сходила в библиотеку, почитала, все, но сочеталась, и потом вышла, и сходу раз, и первый, бац, и попала, вот я хорошо подготовилась, и сразу нашла человека. Так не бывает. А здесь так, ты идешь, человек ведет себя красиво, радостно, ну, мужчина ведет себя галантно, мужчина ведет себя хорошо. Как это понять? Это мужчина ухаживает за тобой, или это лав бомбинг? Никак. Попробовать, посмотреть, как это будет вести, как это будет себя, как будет все продолжаться. Если ты понимаешь, что ты знаешь, как с тобой нельзя, если ты понимаешь, что ты можешь позволить себе выйти из отношений, есть же люди, у которых есть, в конце концов, женщины, у которых проблема, это страх отвержения, страх завершения отношений, даже если я ухожусь от человека, я переживаю, как будто меня бросили. Вот бывает такое. А так, естественно, что тогда женщина не может, она, если она уже идет в отношения, то это как бы до смерти. Ну, как бы, по сказочному этому императиву, они жили долго, счастливо, умерли в один день. Я не предполагаю, что, в общем, можно с человеком захотеть расставаться. Это ограничивает. То есть, конечно, нужно идти в отношения с идеей, не тут же расстаться и с идеей, чтобы что-то строить, но вероятность, что тебе этого не понравится, к сожалению, это нужно учитывать. Зависимые отношения. Недавно такую штуку вот читал, там была такая идея интересная, что зависимые отношения – это всегда страх решать проблемы. Откладываешь решение проблем. Вот люди в отношения попали, потом… Мне здесь вроде, когда я не очень хорошая эта женщина, она мне немножко как бы, не знаю, вставила, грубо говоря, в каком-то фильме, вставила, фильм был, сериал «Во все тяжкие», и там этот актер, когда он вначале такой еще тряпка, он говорит своей жене, вытащи свою руку у меня из задницы, и перестань шевелить, ну, шевелите. Ну, как папец, знаете, этот, марионетка. Не марионетка, а ручная, это кукла. Но бывает так, что вот мужчина находится в отношениях с женщиной, которая им помыкает там, потому что, ну, а куда потом-то надо сейчас с этой расставаться, новую искать, там, зачем оно надо, лучше будем оставаться. Ну, и женщин так же бывает. Так, хорошо, будем заканчивать. Я думаю, что мы все очень сильно благодарны, прежде всего, конечно же, вам, потому что вы сидите в субботу, вместо того, чтобы смотреть непонятно, много чего есть в субботу интересного посмотреть, смотрите вот этот мой монолог этот весь. Я вам благодарен за, собственно, ваши эти примеры и вопросы, потому что, ну, потому что, понимаете, все-таки вот без ответов на живые вопросы живых людей, это все всегда теория. Это то же самое, как вот я долго-долго изучаю тему нарциссизма, что потом в одно движение надо познакомиться. Но всегда важна, что это какая-то практика. И вот то, что мы обсуждаем, то, что и то общение, что в Ютубе, когда вы там друг с другом общаетесь, тоже это вещи, ну, вот как, в этом есть что-то живое, что-то настоящее, что-то не теоретическое. Потому что тема отношений, тема общей психологии, это тема такая живая, динамичная. Вот. Спасибо Инстаграму. К сожалению, я постараюсь настроить как-то так вот здесь шрифт, чтобы он был более, более видимый. Вот. И возможно, кстати, в Инстаграме я когда-нибудь буду ввести... Я хочу сделать такой формат. Вот так, кстати, и для тех, кто в Ютубе меня смотрит. В Ютубе это невозможно, в Инстаграме возможно. Я хочу сделать формат, где я буду выводить людей на полэкрана, и мы будем с вами разговаривать. То есть я веду эфир, это будет только в Инстаграме происходить. Я в Ютубе буду делать об этом анонсики. Я вот говорю-говорю, вы задаете вопросы. Тут я, о, это вопрос интересный, давайте. Я приглашаю вас в эфир, вы там, если согласны, выходите. И мы все, я слышу вас, вы слышите меня. все слышали нас двух интересный формат я так немножко так никогда не делал немножко волнуюсь но надо так сделать потому что это то с чего когда-то начал вообще эфиры наблюдать ну когда другие люди так делают все всем спасибо эти эфиры останутся в инстаграме по моему останется на сутки может всегда не знаю в ютубе останется навсегда в комментариях под этим если вы смотрите уже это не как эфиры как видео в комментариях можете писать вопросы какие темы вам интересны чтобы в дальнейшем рассматривал ну и вопросы на собственно темы которые мы здесь так лайки ставьте кто не поставил так вдруг все хорошо заканчиваем все всего доброго спокойной ночи и до связи